Он сейчас заболел, у него температура 39. Давайте мы попросим, чтобы божье исцеление пришло на этого ребенка. И еще кто-то потерял консинку. Я здесь положу. И так никто не забрал вот эти вот подарочки. И так, давайте мы с вами помолимся за Даниила. Господь наш великий и славный, мы в этой молитве к тебе приходим, молитве согласия. И ты сказал в слове своем, что если двое или трое согласятся о чем-то просить, то будет им. Господь, мы молимся за этого мальчика, за Даниила. И мы молим Божия о исцелении для него. Мы молим Господь Божий, чтобы температура спала, чтобы пришло полное выздоровление его организма во имя Иисуса Христа. Господь, мы вспоминаем слово Твое, в котором сказано, что ранами Твоими мы исцелились. Ранами Твоими мы исцелились. И мы, Боже, провозглашаем это слово на Даниила, Господь. Мы просто просим Тебя, чтобы ты прикоснулся к нему. Пускай Дух Святой сейчас сойдет на него, Дух Святой наполнит его, Господь. И уйдет эта температура, уйдет эта болезнь во имя Иисуса Христа. И также, Господь, я хочу помолиться сегодня за тех, кто кашлял, Боже, за тех, кто, может быть, какая-то простуда кому-то подходит. Я молюсь сейчас, Господь, Боже, о Твоем здоровье, Господь. Я просто молю, Боже, чтобы пришло исцеление, чтобы не было никаких болезней, бронхов, горла во имя Иисуса Христа. Мы молим, Господь, чтобы нам ничто не мешало прославлять Тебя, ничто не мешало служить Тебе, ничто не мешало слушать Слово Твое, ничто не мешало быть на этой конференции. Аллилуйя, великий Бог наш, слава Тебе, Ты наш Целитель, слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Будьте благословены. Присаживайтесь. Я приглашаю дорогую сестру Беллу из Владикавказа. Она поделится с нами своим пением. Белла, добро пожаловать. Мир всем братьям и сестрам, возлюбленным Господом и мною. Я хочу действительно делиться с вами тем, что дал Господь. И тем самым получать тоже от вас. И это будет свидетельством того, что мы дополняем друг друга как одно тело. И это будет также свидетельством того, что мы не можем ни без Господа, ни друг без друга. Это все шаг к тому, чтобы иметь Его сердце. Я благословляю вас, Его любовь, Его именем. Ты моя истина. Ты моя радость, цель моей жизни, надежный покой. Ты моя сила, общение, сладость. Ты мой спаситель, желанный благой. Благо мне в жизни к тебе приближаться. О, укрепляй наш блаженный союз. Тайной меньшей твоей назваться, сладоликое имя Иисус. Знаю, что в жизни без света без Бога. Счастья душе я уже не найду. Ты мое счастье, цель дорога. Я по следам твоим кротко пойду. Буду слезами я мыть тебе ноги. Буду я раны твои прочевать. О, Иисус, днями жизни немногими имя Твое научи расслабляться. Имя Твое, то, что было порогано, Веком бездушным средь мрака и тьмы. Детям твоим, так отрадно и дорого, Будем с любовью шептать его мы. О, Иисус, ты ценою мучений, Жизнь и спасение людям придется. Иисус, только достойно оно прославление, Имя любимое нам Иисус. Только достойно оно прославление, Имя любимое нам Иисус. Со славой Богу. И следующий псалом, он называется «Я не придумала тебя». Стихи принадлежат одному из очень близких для меня людей, Близкой, то есть сестре. Можно сказать, что в этих стихах Кроется мое сердце тоже. Они, в общем, отвечают тому, что я переживаю. Стихи принадлежат одному из очень близких для меня. Стихи принадлежат одному из очень близких для меня. Хоть жнет земля плоды проклятия, Мне принесло твое распятие, Условление благодать, Ближайший ты верный друг. Внутри меня твой храм устроен, Тобою дух мой успокоен, И не притворен, И не притворен среди вью, Тобою радую совять. Хоть жнет земля плоды проклятия, Мне принесло твой распятие, Условление благодать. Нет, ты не вред больной души, Не крест внушенья и страха, Но воскресенье и страха, И путь и истина и жизнь, Тобою радую совять. Хоть жнет земля плоды проклятия, Мне принесло твой распятие, Мне принесло твое распятие, Условление благодать, Тобою радую совять. Хоть жнет земля плоды проклятия, Не принесло твой распятие, Условление благодать. Будьте благословенны, дай мне отсутся.